Евгений Федотов, полковник запаса, прошел Афганистан, Чечню за освобождение Южной Осетии. В 2008 году получил звание Героя России. Он всегда был там, где необходимо было Родине. 18 марта вновь отдал ей свой долг. Считаю это просто своим долгом. Слишком продолжительное время уже в таких выборах участвую. В разных условиях такие выборы проводились на моей памяти и в условиях боевых действий. Сегодня для меня это первые выборы уже как гражданского человека, который уже находится в запасе. В утренние часы, конечно, на участках было больше людей старшего возраста. Но ждали и тех, кто будет голосовать впервые. Тех, кому исполнилось 18. А еще многих прикрепленных, таких здесь, в Адлере, на участке 4321, ожидалось 227 человек. Это люди, которые находятся не на месте приписки. То есть это люди, которые отдыхают у нас в Сочи, в Адлерском районе в частности. Те, которые по какой-то причине не могут. То есть точно так же участвуют на выборах или работают в этот момент. Многолюдно было в утренние часы и на участке 4616. Это уже центр города, здание станции скорой помощи. Почти сенсацией стало появление на избирательном участке монаха Симона из Абхазии. Он, как гражданин России, мог бы проголосовать и там, но решил по приглашению председателя участковой комиссии, которая была недавно в Новом Афоне, приехать в Сочи. Священнослужитель сделал свой выбор и пожелал всем присутствующим с легкостью пережить этот напряженный день. Всегда вместе с сочинцами голосует депутат Государственной Думы Константин Затулин. В день голосования он обязательно приезжает в родной город. Мы выбираем в тревожный момент для жизни нашей страны с точки зрения попыток унизить Россию, наложить на нее все больше и больше санкций. Нам брошен вызов, а вызов надо принимать стоя. И вот в этой ситуации, мне лично кажется, есть много претензий к действующей власти, вполне законных, но сейчас вопрос стоит гораздо более остро. Поэтому для меня, например, никакого выбора по сути не было. Я знал, за кого я проголосую, я проголосую. Для тех, кто не смог дойти до участка по состоянию и здоровью, были готовы переносные урны. Ждал появления членов избирательной комиссии у себя дома на Красноармейской Борис Иванович Куксов. Ему почти 90. Родственники признаются, он редко ходил на избирательный участок, но в этом году заявил твердо, что намерен голосовать. Его соседка этажом выше, Мальвина Эдуардовна, тоже вызвала избирательную комиссию на дом. Говорит, здоровье не позволяет выйти на улицу, поэтому, когда к ней пришли с бюллетенем и урной, была исключительно благодарна. Спасибо большое за заботу, потому что я инвалид, мне очень тяжело подниматься, и такая услуга очень востребована, много людей, которые не могут прийти. Огромное спасибо за вашу заботу. Все, кто хотел 18 марта проголосовать, могли без проблем воспользоваться своим правом гражданина Российской Федерации. Члены избиркома навестили даже будущих и новоиспеченных мамочек, те, кто планировал отправиться на участок, а поехал в роддом. Я, как активный участник голосования, любого всегда голосую. И сегодня утром, когда уже более или менее клевалась, состала, пошла проголосовала. За Россию в первую очередь мы голосуем, скорее всего так. Не за то, чтобы за президента, а именно за Россию, чтобы в России всегда все было хорошо. За эти сутки родилось 9 новорожденных, из них 6 мальчиков и 3 девочки. Все дети родились в хорошем состоянии, удовлетворительную, чувствуют себя хорошо и пациенты, и мамы, и маленькие пациенты. Возможности, новость о возможности голосовать в нашем учреждении на выборах президента, пациентки воспринялись с энтузиазмом и благополучно выполнили свой гражданский долг. Кстати, самых творческих и активных избирателей в Сочи наградят. В конце месяца будут подведены итоги интернет-конкурса «Голосовач». Пользователи сети выберут самые интересные фото с этим хэштегом. Победитель получит айфон. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.